Дорогие, о Господи, отцы, братья и сестры! В эти страшные дни, когда потоки крови смешиваются с потоками лжи и лукавства, нам, христианам, недопустимо поддаваться духу войны. Дух войны требователен, он требует разделяться на партии, требует ненавидеть. Мы, христиане, должны понимать злоба, которой горит война, злоба адская. Враг Божий упивается не столько человеческой кровью, сколько человеческим озлоблением и разделением. Дьявол ничего так не хочет, как отделить человека от его ближнего, от Церкви и от Христа. И в этом нет ничего нового. Перед началом Великого Поста, в Месопустную Субботу, Господь предупредил нас. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Восстанет народ на народ и царство на царство. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидеть друг друга, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпев же до конца спасеться», — сказано в Евангелии от Матфея. «Впереди суд праведный, всеобъемлющий, Божий. Где память об этом утеряна, там быстро и легко судят. И это тоже война. Извечная война дьявола против Бога. На чью сторону мы должны встать? Это слово обращено и к тем, кто уже несет здесь церковную ответственность. И к новоприбывшим германская епархия — это наша местная церковь. В нее вливаются как священники, так и верующие разных национальностей. Украинцы, русские, белорусы, карпатарусы, евреи, русские немцы, переселенцы, излишние коренные немцы, греки, молдаване, сербы, грузины, поляки, чехи, венгры. Каждый из нас любит свою Родину. Но всемилостивый Господь объединил нас, призвал создать церковную жизнь этой епархии во спасение нынешнего и будущих поколений православных христиан в этой стране. Здесь мы должны быть народом Божиим. «Служа единому Богу». Если же мы допустим, чтобы это служение разделялось по национальному признаку, мы совершим тяжкий, тяжайший грех — раздирание живого единого тела Церкви. Именно этого раздирание, разделение хочет, и все настойчивее требует от нас князь мира сего. Мы помним, что и от Христа требовали, чтобы он выступил политическим лидером и поразил оккупантов. Чтобы он отделил себя от захватчиков римлян и сделался Богом не всех людей, а одного страдающего народа. И когда он не оправдал этих, как казалось тогда многим и многим, заслуженных, праведных, политических ожиданий и требований, мы помним, что сделали с ним те, кто эти требования предъявляли. Всегда политика предполагает разделение на своих и чужих, «А бескровная жертва Христова приносится о всех и за вся». Если мы в сердцах своих не согласны с этими словами «о всех и за вся», «Можем ли мы, дорогие братья и сестры, причащаться? Христиане ли мы хотя бы на минуту поднимем духовные очи к горе? Задумаемся о том невидимом ангельском мире. Связь с этим миром Церковь особо отмечается на литургии. Малый вход, херувимская песня, свят, свят, свят. Но ведь ангельский мир не ограничен стенами храма. Даже в грохоте боя под пулями и под бомбами, где кажется, будто ад царствует безраздельно, каждому воину сопутствует его ангел. Заботится, бережет человека, болеет о нем и скорбит. Демоны, как слуги дьявола, стремятся своей ненавистью, погубить человеческие тела и, главное, души. Ангелы, благовестники Христовы, стремятся своей любовью спасти каждого воина, на какой стороне бы он не воевал. И вот пронзает боль за стоящих в храме материи жен и сестер воинов, за спасение у покоения, которых молимся, воинов обеих сторон. Чему мы откроем наши сердца? Любви или ненависти? С кем мы в этой подлинной битве? Если мы, христиане, отвергнем чужды Христу дух войны, но воцарится в наших сердцах мир, тот единственный истинный мир, который уже принес с собой Спаситель. Последуем апостольскому призыву. Не давайте место дьяволу. Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прошайте друг другом, как и Бог во Христе простил вас, говорит святой апостол Павел. Будем твёрдо веровать Слову Христову. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Ну мужайтесь. Я победил мир. Аминь. Аминь. Аминь.